МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К областному чиновнику у тагильских ветеранов вопросов много. Самая актуальная и обсуждаемая – программа «Старшее поколение». При формировании документов внести в него свои предложения могли все жители Свердловской области. Всего в правительство поступило около 900 тысяч писем, отметил замминистра соцзащиты Валерий Бойко. Нашли ли они свое отражение в программе? Чиновник отвечает утвердительно. Кроме того, по решению губернатора программа «Старшее поколение» продлена до 2015 года. Кроме того, предусматривается выделение дополнительно 100 миллионов рублей. В общей сложности программа будет стоить 1 миллиард 700 миллионов рублей. Очень значительная сумма. Кроме того, ветераны задали замминистру вопросы о получении статуса ветерана труда, при остановлении выплатили год за оплату услуг ЖКХ и о проезде на городском транспорте. Председатели районных советов ветеранов проинтересовались поддержкой организации из области. Нам 10 марта исполнилось 25 лет Совета ветеранов Ленинского района. Поздравляю вас. Вот. Мы заключили договоры, согласно всех этих требований, но деньги не переверили до сих пор. Средства, которые предназначены, в том числе для поддержки обоснованного Совета ветеранов, они будут после того, как будет принято постановление. В этом году, кроме субсидий, ветеранские организации могут получить и гранты, рассказал Валерий Бойко. Приятной новостью стала и новая льгота. С 1 апреля текущего года всем пенсионерам будет предоставлена скидка 50% на проезд в пригородных поездах. Альбина Сказлаускас, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости. Тагил ТВ. Первые суды по реализации программы «Тысячи дворов» прошли в Нижнем Тагиле. Уже есть и первые решения. Все они в пользу администрации города. Об этом сегодня рассказала Валентина Исаева на встрече с журналистами. Все подробности далее. 23 двора остались незаконченными к сроку сдачи объектов в рамках программы «Тысячи дворов». Практически по всем незавершенным комплексам администрации города были направлены иски в суд. Вот три решения суда в пользу нашу администрации. То есть дали нам право расторгнуть договор. И в том числе неустойка. Значит, тоже признана. В одном случае там на 100 тысяч снизили, с 600 до 500 тысяч неустойки. В другом случае признали 1 365 миллион выплатить администрации города. Судебные решения готовятся еще по шести дворам. Также готовятся в администрации города и к ремонту дорог. Деньги на реконструкцию магистрали выделил губернатор области Александр Мишарин. Какие дороги будут отремонтированы, пока решается. Вот эти 200 миллионов, но вы понимаете, вот в любом случае это точечные глибанирования. Они не должны так быть. Вот должна быть изменена схема финансирования муниципальных образований. Особое внимание журналисты и глава города уделили теме выборов, в частности в городскую думу. Если люди избирают все-таки две трети состава думы, но если включить еще и бойко работавшего в думе четвертого созыва, то это говорит о том, что авторитет у думы определенный в городе есть. И население ему доверяет, вот этому составу. Это хорошо. Остальные относительно, остальных, ну я знаю Мартишева, знаю Исаева, как порядочных людей. Я считаю, что это будет приобретение для думы двух профессионалов. Первое заседание думы шестого созыва состоится 22 марта. Тогда же выберут у спикера. На это место, говорит Валентина Исаева, пророчит Александра Маслова. Мнение мэра, утверждает она, почему-то никто учитывать не хочет. А если он уже решил, что он уже председатель думы, то я вижу, что по обстановке это может и не произойти. Вечером мы вчера разговаривали с губернатором. Он отзвонился, я сказала, знаете, я бы хотела, чтобы и мое мнение учитывалось. При формировании руководящего состава думы, председателей комиссии. И я вполне объективна, мне осталось работать немного, я вполне объективна, у меня нет симпатии, антипатии или так далее. Но я реально оцениваю, что эта кандидатура должна быть достаточно компромиссной. Это должен быть лидер. На сегодня протаскивать одну кандидатуру, которой человек не является лидером и авторитетом таким, я не знаю. На встрече журналисты также затронули вопрос о строительстве архитектурного ансамбля «Курган памяти». Я говорю, сделайте мне все-таки экспертизу части этого памятника. Оказалось, что бетон полностью разрушил фактически. То есть там ни собрать, ничего сделать нельзя. Идет перепроектирование этого памятника, эскизный проект уже нами рассмотрен. Затраты на ориентировочные, которые сегодня называются, 40 миллионов рублей на этот памятник. Часть средств, заявила глава города, возможно, заложит при формировании бюджета на 2013 год. Сегодня журналисты также отметили, что со дня первой подобной встречи с главой города прошел ровно год. В течение этого времени на все вопросы корреспондентов Валентина Исаева отвечала открыто. Кроме журналистов, Валентина Исаева встретилась и с музейными работниками. В мэрии сегодня состоялась неформальная встреча с членами президиума Российского комитета Международного совета музеев. Тагильские музейщики, коллегам из Эрмитажа и Ясной Поляны представили свой масштабный проект экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Никита Трубчинин с подробностями. Дать вторую жизнь цехам Демидовского завода, возродить каретный двор и отстроить заново узкоколейку. Своими планами касательно создания экоиндустриального технопарка работники музея «Горнозаводской Урал» сегодня делились с именитыми коллегами из Эрмитажа и Ясной Поляны. Наш проект, конечно, имеет свои какие-то определенные особенности. Он не сегодня родился, и вы знаете его историю, что в 2001 году нами был утвержден генеральный план развития Эрмитовского парка, и мы разработали концепцию сохранения памятника индустриального наследия. Проект сохранения индустриального наследия существует пока лишь на бумаге и в 3D-графике. Постоянно что-то дорабатывают, изменяют, сравнивают с уже существующими площадками Европы. Вопрос реализации технопарка для музейщиков больной. 28 гектаров старого завода превратить в музей – задача практически невыполнимая. Стоит такое удовольствие по приблизительным подсчетам 6 миллиардов рублей. А бюджет по собственным доходам годовой – 3 миллиарда на 370 тысяч населения, то можно представлять, какие там наши возможности, когда 80% угодит на содержание бюджетных учреждений. Столичные коллеги местным хранителям истории посоветовали лишь искать помощь у правительства страны. Не так давно Владимир Путин пообещал посетить наш город. Работники музея «Горнозаводской Урал» намерены передать ему проект старого Демидовского завода. Никита Трубченинов, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. В день города тагильчане увидят световое шоу на Театральной площади. Такого на праздновании еще не было, заверили в Управлении культуры. К 290-летию Нижнего Тагила также будет костюмированное шествие – праздник цветов, гуляние на Лисе-Горе. Не останутся без внимания и улицы. В рамках девиза «Родному городу красивые улицы, чистые дворы» приведут в порядок около 300 детских игровых площадок и, возможно, появятся новые. Планировалось осуществить строительство 30 детских игровых площадок силами управляющих компаний. В настоящее время управляющими организациями представлена информация о планируемых к строительству детских игровых площадок по 17 адресам. Отделение железной дороги главному городскому празднику отремонтирует фасад здания железнодорожного вокзала и запустит два новых электропоезда. Реконструировать улицу Горошникова к этому дню города не получится, говорили сегодня на оргкомитете. Масштабная перепланировка начнется только в 2013 году. Проект практически готов, он дорабатывается, будет представлен по первую очередь 19 марта. Все процедуры. Проект предусматривает, как вы помните, музыкальное кафе, спортивный блок, бильяртную, гостиница «Жемчужина», пляж, прогулочные спортивные дорожки, естественно, фонтаны, благоустройство. На юбилеи города специалисты Управления культуры хотят пригласить знаменитых тагильчан, живущих за пределами города и даже страны. Они примут участие в концерте «Земляки родному городу». Не обойдется торжествуя без гостей из городов-побратимов. В парке Бондина ветеранов планируют напоить чаем и испечь специально для них огромный торт. Валентина Исаева предложила также ко дню города провести парад оркестров. Закончить празднование планируется традиционно фейерверком. Не дня без репетиции. Юные тагильские таланты без отдыха танцуют, поют, придумывают оригинальные номера. Так готовятся к юбилейному 15-му всероссийскому конкурсу «Металлинка». Творческий поединок исключительно для детей металлургов и горняков. О том, что нужно для победы, узнала Ольга Шульга. Движение четкое и точно в такт. Стоит ошибиться, вся комбинация вновь. По-другому нельзя. Они стремятся к совершенству. В русском народном танце мы учили такое движение очень слабое. Там надо вместе с другим человеком обходить друг друга, все, чтобы не запутаться. Ну, долго училась, справилась? Да, справилась. Преодолевают сложности ребята из шоу-балета «Альянс» только упорным трудом. Репетируют четыре раза в неделю по полтора-два часа. Но сегодняшнее занятие интенсивнее и дольше предыдущих. Генеральная репетиция перед всероссийским конкурсом «Металлинка». Для него хореограф Наталья Баранова поставила уникальный в своем роде номер. Мы работаем в разном направлении, скажем так, наш коллектив. И чтобы дать почувствовать характер, чтобы дать возможность детям почувствовать коллегиальность, в том числе в танце, мы взяли этот номер такой шуточный, с юмором, в том числе и в котором присутствует актерское мастерство. Конкурс «Металлинка» проводится в юбилейный 15-й раз. Участвуют дети горняков и металлургов. Всего 306 талантливых танцоров, певцов, исполнителей оригинального жанра. Нижний Тагил выбран площадкой конкурса впервые. Впервые в соревнованиях участвует и шоу-балет «Альянс». Но ребята уверены, неординарными номерами обязательно добьются победы. Именно нестандартных решений ждут от конкурсантов организаторы «Металлинки». Знаете, жду от конкурса новых интересных коллективов. Жду от конкурса каких-то новых исполнений, исполнителей новых, детских коллективов, руководителей новых. Конкурс стартует 22 марта в Центре культуры и искусства НТМК. На три дня сюда съедутся 37 коллективов со всей России. Ольга Шульга, Дмитрий Охотников, Игорь Игошин. Новости Тагил-ТВ. Моя часть выпуска на этом завершена. Далее вас ждут новости спорта. Всего доброго.